Ровно 100 лет назад, в июле 1918 года, в Дмитров приехал всемирно знаменитый философ Пётр Кропоткин. До этого Кропоткин 41 год прожил в эмиграции и вернулся в Россию летом 1917 года, но революционная Москва мало подходила для спокойной интеллектуальной работы. Чем отличается мыслитель от обывателя? Мыслитель живет идеями, жизнь обывателя наполнена материальными ценностями и целями. На изломе 19 и 20 веков Европу сотрясали интеллектуальные битвы, и одной из главных сил этих битв было бурно развивающееся социалистическое движение. В наш город век назад приехал один из ключевых мыслителей того времени, самый знаменитый адепт вольного социализма. В Россию Кропоткин вернулся в июне 1917 года, но уже вскоре один из наиболее уважаемых деятелей русского революционного движения уезжает подальше от Москвы и Петербурга, где проходили главные события пролетарской революции. События первых месяцев после Октябрьского переворота заставляют философа дистанцироваться от так называемой пролетарской революции. Тихий, очень провинциальный Дмитров как нельзя лучше подходил для уединенных размышлений. В то время это был небольшой уездный городок, в котором жило от силы 6 тысяч человек. Большинство горожан занималось огородничеством. Была небольшая прослойка интеллигенции, которая либо работала в местном земстве, либо состояла в союзе дмитровских кооперативов. Дело в том, что Кропоткин ехал не на пустое место. Он ехал сюда по знакомству с графом Алсуфьевым. Граф Алсуфьев, передовой человек, наверняка был знаком со многими кооператорами дмитровскими. И, конечно же, были, наверное, Кропоткину представлены некоторые лица. И к тому же в то время, в 1918 году, это время начала разрухи всеобщей, кооператоры были единственными людьми, которые знали, что нужно делать. И Кропоткин очень уважал и ценил логику в делах людей. Вспомните, как он восхищался швейцарскими часовщиками, где все логично и все распределено по обязанностям. И союз кооперативов также был очень четко выстроенной организацией. Туда входили образованные, интеллигентные, умные люди. Это и дворянин Сазонов Василий Васильевич из деревни Думино Дмитровского уезда. Байден был хорошим агрономом. То есть туда входила интеллигенция, профессиональная и техническая. Кропоткин это ценил. И, несомненно, общаться с такими людьми ему было намного легче, чем с представителями бывшего помещичьего класса или буржуа, которые, собственно, были рантье и жили на какие-то, скажем так честно, нетрудовые доходы. Друг Льва Толстого, граф Михаил Алсуфьев, предводитель Дмитровского уездного дворянства, подарил Кропоткину за символическую плату свой пустующий дом на бывшей дворянской улице, ныне улица Кропоткинская. Философ поселился здесь с женой Софьей Григорьиной, получив охранное удостоверение, подписанное председателем Совета народных комиссаров Владимиром Ульяновым-Лениным. К тому времени, когда в наш город приехал Петр Кропоткин, здесь уже несколько лет существовало объединение дмитровских кооператоров, и их подвижническая деятельность, протекавшая в сложных политических и экономических условиях периода военного коммунизма, не могла не привлечь внимания философа, видевшего в кооперации один из практических путей осуществления дорогих ему идей солидарности и взаимопомощи. В голодные годы гражданской войны дмитровские кооператоры, в частности Василий Рыжов, ставший другом для стареющего революционера, спасали семью Кропоткиных от голодной смерти. Кстати, лично Ленин уговаривал Петра Кропоткина в свое время согласиться на получение кремлевского продовольственного спецпайка, но убежденный анархист каждый раз отказывался от помощи государственных структур. Однако и дружба, и помощь, умудренного большим жизненным опытом, энциклопедически образованного ученого и крупнейшего теоретика безгосударственного общества, каким являлся Кропоткин, стало поистине находкой для кооператоров и представителей местной интеллигенции, объединившейся после ликвидации земства вокруг Союза кооператоров, в особенности его неторгового отдела. Петру Алексеевичу вообще нравилась любая самостоятельная оригинальная мысль, которая идет на благо общества. А музей, согласитесь, это на благо общества. И когда он увидел, что в Дмитрове кооператоры, его любимые, создают нечто на пользу обществу, он, конечно же, всем, вот чем мог помочь, он помогал. А помощь его была, прежде всего, как помощь ученого, помощь специалиста. Ведь здесь, кроме его, кстати, тоже очень хороший знакомый Анна Дмитриевна Шаховской с ее отцом Дмитрием Ивановичем, виднейшим кооператором, деятелем кооперативного движения России тогдашней, он, приходя к ней, понимал, что она-то обладает естественно-научным таким образованием хорошим, она закончила курсы Гирье, а вот другие люди не могли отделить кость мамонта от кости носорога, окаменелость просто от камня вулканической породы. И, конечно же, он помогал в определении этих первых предметов, которые поступали в фонды музея. Конечно, не мог Петр Кропоткин не включиться в культурно-просветительскую работу дмитриевских кооператоров, особенно в их деятельность по формированию музея Дмитриевского края. Высоко оценив энтузиазм его первых сотрудниц Вербловской, Васильевой и Шаховской, перспективы дальнейшего развития музейной работы и краеведения в своем выступлении на съезде учителей Дмитриевского уезда в августе 2018 года Кропоткин активно участвовал в процессе создания музея. В это время, летом 1918 года кооператорами собирались коллекции по природе края и Петр Алексеевич, как геолог и географ, сам проявил большой интерес к этому исследовательскому начинанию. По словам сотрудницы музея Вербловской, с живейшим интересом рассматривал Кропоткин все экспонаты музея, особенно в отделе геологии, и тут же вспоминал свои путешествия и говорил о своих научных работах. На заседаниях комиссии по изучению болот, созданной в первый год работы музея, Кропоткин выступил дважды с докладом «Ледниковый и озерный периоды». Также, ведя метеорологические наблюдения в Дмитрове, Кропоткин помог создать метеостанцию при музее. Дважды выступал философ на съездах учителей Дмитровского уезда вскоре после переезда в Дмитров в августе 1918 года с докладом о музее Дмитровского края и в сентябре 1920 года с докладом об образовательном значении местного музея. Кропоткин говорил, в частности, о воспитании любви к родине, большой, через познание родины малой о необходимости охраны памятников старины. Кропоткин увидел, что по этому городу можно гулять, во-первых, спокойно. Это не Москва и не Петербург. Здесь тихие, спокойные улицы, здесь можно подняться на земляной вал, что он и делал. Он, кстати, достаточно бодрым старичком был, это мы воспринимаем его как уже старца. Он ходил с тростью в котелке в прекрасном английском френче, в хорошей обуви, поднимался на городской вал, смотрел сверху вниз на сады городских жителей и очень любил розы. И вот здесь, в Кремле, внутри вала, как в Дмитрове говорят, жила семья священника Горского, которые выращивали хорошие розы, красивые, очень разные, разных сортов. Он спускался к ним в сад, нюхал эти розы, разговаривал с хозяйкой, как она их выращивает. То есть, это, опять же, Англия, это английские розы, это их вот такая фишка, такая любовь. К тому же, в Дмитрове можно было, ну, как я уже сказала, пообщаться и с кооператорами, и с музейными сотрудниками, и, конечно же, с дворянами. Чего уж там говорить, Петр Алексеевич не тот революционер, который отметает все, что было до основания, а затем строит новое. Нет, он сохранил прежние связи. Именно кооператоры стали главными дмитровскими друзьями очень открытого и общительного князя. Кропоткин всегда увлекался идеей сотрудничества различных классов и слоев общества. И кооперация, как форма такого сотрудничества, представлялась ему наиболее действенной. В ноябре 1920 года по решению местных властей Дмитровский союз кооператива, в котором он принадлежал, музей, был ликвидирован. Земство прекратило существование еще раньше. Многие работники союза, в том числе близкие и знакомые Кропоткина, Рыжов и Сазонов, а также трое из четырех сотрудников музея Шаховская, Анурова, Соколова были арестованы и посажены в Бутырскую тюрьму. Часть из них была эссерами и меньшевиками. Как мог, своими небольшими уже в последние годы жизни силами Кропоткин помогал ставшим близкими ему людям. Лично просил Ленина защитить дмитровских кооператоров от преследований со стороны местных властей. Вскоре все арестованные по этому делу были освобождены, ибо при всей предвзятости в их действиях трудно было обнаружить состав преступления. Но дело было сделано. Самостоятельная и столь яркая по результатам деятельность Дмитровского союза кооперативов была прервана, чтобы возобновиться уже в качестве государственной потребительской кооперации. В Дмитрове Кропоткин написал свой главный философский труд — этику. Как идеолог анархизма он рассматривал государство как пусть и необходимое, порой, но зло. И как альтернативу государственному насилию и контролю, патриарх социалистической мысли предлагал социальную мораль, этику солидарности отдельных личностей. По взглядам на социальное развитие Кропоткин в некотором отношении был оптимистом, но, несомненно, он не был утопистом. Его представление о возможности и необходимости лучшего общества основывалось не на идеализации людей, но скорее на отрицании тех фактов, благодаря которым люди становятся гораздо хуже, чем они в действительности. И именно потому, что люди не ангелы, им не следует передавать заботу организации других, ибо человек, каков он есть, не должен предоставлять другим людям возможности управлять собой. Не случайно же выкупается в конце 1890-х годов участок земли на улице Троицы-Сергиевской или теперь Загорской, выкупается сразу два участка земли у дмитровских мещан и строится дом, прекрасный дом, сохранившийся до наших дней, построен в стиле модерн, архитектор, к сожалению, неизвестен, но дом построен так, что усадьба его, достаточно обширная для города, соприкасается с усадьбой Алсуфьевых, и там была даже калитка, в которую Алсуфьевы ходили к Милютиной, Ольга Дмитриевна Милютина посещала Алсуфьевых, они, кстати, вместе путешествовали по Италии, по Франции, вообще по Европе, то есть эта дружба очень прочная и не мог Кропоткин вот эту дружбу игнорировать, то есть Алсуфьевы исчезают из Дмитрова, остается Кропоткин и как бы по наследству ему достается дружба с Ольгой Дмитриевной Милютиной, дочерью последнего фельдмаршала Российской империи. В своих воспоминаниях Бонч Бурьеевич писал, что когда он вместе с врачами прибыл в Дмитров к больному Кропоткину, оказалось, что местные власти предубежденно относились к Петру Алексеевичу. Как старый революционер он им совершенно был неизвестен, с ним, как со знаменитым писателем, ученым, географом, теоретиком анархизма они не были знакомы, а разговоры о том, что здесь живет какой-то князь в доме старого дворянина и которому почему-то оказывается покровительство еще более смущили тех, кто стоял у местного кормила правления. А так как Петр Алексеевич не одобрял многое, что делалось в захолустье в те бурные годы, то само собой понятно, что отношения между местной властью и Кропоткиным были неблагоприятны и иногда почти враждебны. В феврале 1921 года Петра Алексеевича Кропоткина не стало. В Дмитровском доме, где он жил и умер, стараниями его вдовы Софьи Григорьевны был создан Мемориальный общественный музей. В 1923 году ее же усилиями открылся музей в Москве в доме номер 26 по бывшему штатному переулку, где Кропоткин родился. Московский музей смог просуществовать на общественных началах 9 лет. В октябре 1938 года Софья Кропоткина передала его советскому правительству, а в 1939-м по указанию Сталина музей был закрыт. Дмитровский музей Кропоткина работал до смерти Софьи Григорьевны Кропоткиной в 1942 году. Кропоткин показал всей революционной России, что можно быть революционером и даже дедушкой русской революции и оставаться при этом порядочным, добрым, умным человеком, который не попирает моральные и нравственные ценности, который продолжает общаться с представителями всех классов и с графиней Милютиной, и с инженером, работником почты Золотиным, и с крестьянами, которые дружили с кооперацией. То есть Петр Алексеевич показал просто человечность свою, и на него многие хотели быть похожими. А как мыслитель, знаете, вот на мой взгляд, он не анархист, все же я долго над этим думала, он, конечно, социалист прежде всего. У него исключительно социальные идеи. И более того, во всей его философии, а он философ, вот красной нитью проходит вот это золотое правило этики – относись к другому так же, как хочешь, чтобы относились к тебе. Библейское правило. Да, очень древние правила, и если бы ему все следовали, наше общество выглядело бы сейчас по-другому. У памятника Кропоткину редко лежат цветы. В Дмитрове мало кто знает, что это за бородатый мужчина, который увековечен в бронзе. Но мы надеемся, настанут времена, и мыслители, говорившие о необходимости социальной справедливости, о равенстве и солидарности людей снова будут изучаться, будут востребованы в собственной стране. В Дмитрове Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok